В одном из наших выпусков мы рассказывали вам о встрече учащихся детской школы искусств поселка имени Володарского со студентами музыкального колледжа при Российской Академии Музыки имени Гнесиных. Молодые люди делились опытом игры на таком уникальном инструменте, как баян. Кирилл Русинов и Денис Коптелов своим мастерством на этот раз делились с учениками детской школы искусств поселка Горки-Ленинские. Рассказывает Людмила Медведева. Рассказывает Людмила Медведева. Кирилл Русинов и Денис Коптелов в четвертый год обучаются в музыкальном колледже при Российской Академии Музыки имени Гнесиных. Их преподаватель, профессор, народный артист России Вячеслав Семенов. Учиться у этого мастера мечтает и ученик детской школы искусств Горок-Ленинских Егор Хвостов, который заканчивает музыкальную школу по классу баяна. Очень уж он мне понравился, этот инструмент. Народный инструмент. Думал, я возьму аккордеон, но когда я был еще совсем маленький, показалось, что на нем даже будет сложнее мне, чем на баяне. А баян сложный инструмент? Вот сейчас я осознал, он не только сложный инструмент, он еще требует и понимания. Нужно чувствовать музыку. Дома, когда сижу, там, конечно, уроки, но без баяна я его не могу ни один день. Чем же объяснить такую захватывающую любовь к этому инструменту? Может, тем, что баян – это все-таки народный инструмент. И однажды с ним столкнувшись, в звуки, сходящие из него, влюбляешься на всю жизнь. Ну, я как-то с детства, я как-то, может, родился с этим, я даже не понимал, просто слышал звук баяна, я не понимал, что это баян, вообще, что это гармоника. Просто мне нравился тембр этого звука, я сразу попросил родителей, что это такое, они мне рассказали, я пошел, посмотрел. Конечно, я боялся, потому что я думал, что надо сразу играть. А меня там, конечно же, научили, потихонечку все пошло, что, видите, я вот сколько лет уже, 12 лет, я без этого не могу жить, и чувствую, что так вся жизнь будет у меня. У меня оба деда были самоучками на баяне, баян остался, нужно его использовать, вот, и дедушка очень хотел, чтобы внук занимался на баяне, и отправили меня на баян. У меня был такой педагог, что мне очень нравились мои занятия, как неоднократно она говорила, то, что я один из самых таких заинтересованных учеников был, приходил, там сразу же бросал портфель, сразу же садился за баян и занимался. Мне нравится заниматься на этом инструменте, несмотря на всю его сложность. На баяне исполнима любая музыка, классическая, эстрадная, джазовая, народная. На встрече в горках студенты исполнили произведения Баха, несколько органных прелюдий, народную музыку в современной обработке. Талантливые, безусловно, ребята, но надо четко понимать, что за такой их профессиональной игрой стоит не только талант, не столько талант, но и огромный, я бы сказал, титанический труд. Творческие встречи с учащимися детских школ искусств организованы по инициативе Совета депутатов Ленинского района. Мы преследуем своей целью развитие, популяризацию и создание условий для поддержания русской национальной культуры в нашем районе. Та, которая близка к сердцу каждого россиянина. И, по моему мнению, как раз искусство игры на баяне, различных произведений, различных направлений, оно способствует вот такому развитию нашего именно национального самосознания. На встрече в Горках прекрасную музыку слушали не только учащиеся и преподаватели школы, но и все, кто в этот час находился в учебном учреждении. Людмила Медведева, Евгений Петров, Елена Кошлева. Видное ТВ. Людмила Медведева, Евгений Петров, Елена Кошлева.